Украшение Карачаева-Черкесии – прекрасное озеро Хурлакёль. Название в переводе с карачаевского означает «блаженное озеро». Природа в ее окрестностях схожа с предгорными районами швейцарских Альп и шотландскими пейзажами. И есть здесь естественный памятник природы депортации карачаевского народа, как окружающая среда отозвалась на те трагические события, существует и легенда о Хурлакёль. Продолжает нас знакомить с красотами Кавказа вместе с русским географическим обществом Алла Динаева. И вот ее живописный репортаж. Много озер в Карачае. Хурлакёль – самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядятся в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни, а по вечерам, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему. Высокие звезды качаются на прозрачных его волнах, и густой камыш, задумчиво вздрагивая, нашептывает в воде древние предания мудрых нартов. Эту легенду о молодом пастухе Аймуши, который на берегу Хурла озера выбрал стойбище для своей атары, читали и слышали многие. А геоэкологические и рекреационные особенности озера изучили в ходе экспедиции сотрудники Качего имени Умара Алиева еще в 2012 году. Около недели они жили на берегу Хурлакёль. Заведующий кафедрой экологии и природопользования географического факультета Вячеслав Онищенко рассказывает, что при измерении лесного массива их привлекла однородность древостоя, которому порядка 70 лет. Животноводы покинули эти места в период депортации. И сосна где-то лет 10-15 развивалась без нарушений, не вытаптывалась с котом. И в результате лес сомкнулся. И это естественный памятник природы, памятник тем печальным событиям, которые происходили 70 лет назад. Вот этот одновозрастный лес. Если сейчас там осуществить уход за этим лесом, то можно создать уникальный ландшафт, повысить продуктивность этого леса, его эстетическую значимость. И он уже приобретает свой сакральный характер. Это озеро такого сакрального характера. Если бы местные органы власти обратили внимание на этот памятник природы и разработали контролируемые маршруты, чтобы люди могли посещать это место и приносить дань памяти и печальным событиям 43-го года. Ведь Хурлакюль нуждается в охране и в доступности, говорит Вячеслав Онищенко. Это Министерство экологии и природных ресурсов. Это Росприроднадзор должны тоже самоосуществлять контроль за охраной этого. А Управление лесного хозяйства, они должны грамотно провести уход. Мы бы могли и принять участие, чтобы сформировать именно такой лес с ажурной кроной, доступной, с местами отдыха, с местами прогулок вокруг озера. И вот этот лес, сосняк, на высоте 2100 метров, верхняя граница леса фактически, она бы была, конечно, уникальным памятником бережного отношения местных людей к этим местам. У нас в республике природа создала прекрасное место, как Линдуловская роща в Ленинграде, говорит Вячеслав Валентинович. Переходная зона от Субальпики к Альпийской зоне – это уникальное явление. Таких мест у нас, пожалуй, больше и не трудно назвать. Живописнейшее озеро Хурлак-Кёль расположено на высоте 2080 метров над уровнем моря. 8 лет назад, когда участники экспедиции детально обследовали озеро и окрестные места, сканировали дно эхолотом и провели химический анализ по 23 показателям, выяснилось, что максимальная глубина – 8 метров, протяженность – порядка 300, а ширина – 170-180 метров. Общая площадь озера – 4 гектара. По химическому составу это исключительно чистая пресная вода. А начало дороги на Хурлак-Кёль начинается в Кубанском ущелье у слияния разноцветных вод двух рек Кубани и Худес. А получилось это интересное природное явление из-за того, что Кубань берет свое начало с летников Эльбруса и имеет каменистое дно. Ее вода в отсутствии дождей прозрачная с зелено-голубым оттенком, а река Худес имеет глинистые почвы и берет начало вдали от летников, и поэтому имеет черный, а то и бурый цвет. А место их встречи, конечно, впечатляет. И преодолев мост через Кубань, попадаешь в ущелье Худес. Далее проезжаешь каменные ворота, так называемые царские. Некогда это была огромная песчаная скала, которую взорвали геологи, чтобы освободить проезд. А после созерцаешь всевозможные ландшафты из лиственных лесов, которые сменяются полянами, пастбищами, и попадаешь к прекрасному озеру, которое напоминает чашу внутри лесного обрамления. Хурлакюль имеет статус особо охраняемой природной территории и называется патриархом среди озер, поскольку в акватории водоема и вокруг него сохранились реликтовые растения древнелетниковой эпохи и живописные уголки дикой природы. Здесь открываются туристам удивительные пейзажи, которые погружают в сказочный и необыкновенный красотый мир под названием Хурлакюль. Алладинаева Алибастанов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.